Крест Христов Древо крестное, орудие пытки, мучительной смерти, позорной смерти, которую Господь выбрал для того, чтобы осуществить наше спасение. Действительно, есть некоторые еретические, сектанские течения, которые стараются выделиться, отвергая саму символику креста на том основании, что и, собственно, и креста-то не было. Не было перекрестия. А что, ну там просто Господа, вот там сказано, распяли на дереве, ну вот на дереве его там как-то распяли. Нет, все-таки мы знаем и античную историю, и знаем, как римляне поступали с политическими бунтовщиками, что их гибель должна была быть не только мучительной максимально, но и должна быть в поучении окружающим людям. Поэтому, прежде всего, крест Христов действительно, это человек должен был быть распростерт на всеобщее обозрение, чтобы все видели, какой он слабый, беспомощный, как он мучается. И крест Христов недаром был установлен на Голгофе, то есть на некотором возвышении вне стен города. То, что все люди, входящие и выходящие в город, видели, что вот, кто это, сам царь иудейский, да посмотрите, вот он, царь иудейский. Его ваши же первосвященники отдали, ну и кто он такой против Августа, Кесаря. Вот мы величие и силы, а тут вот человек, который пытался куда-то вас увезти. Да, конечно, Господь не пытался никакой политической власти себе захватить. Зачем ему, если он царь, творец и вседержитель всей вселенной? Но он выбрал для себя такую казнь, которая, как Господь вот в пророчке говорит, и если я буду вознесен над землей, то вся привлеку к себе. И это вознесение, конечно, он говорит не только о вознесении на небо, уже после своего воскресения, когда он сел одесной Бога Отца, но и, конечно, это вознесение на кресте. Потому что люди ходили, и, конечно, кто-то смеялся, кто-то издевался, но кто-то задумался, да, зачем вот этот великий пророк, который такие чудеса творил, допустил, чтобы с ним такое произошло. И вот тут мы как раз переходим ко второй части ответа на вопрос символический, а что же такое крест Христов? Крест Христов — это орудие нашего спасения. Это и символ, это и путь, это и то, что в переносном смысле подражание пути Христа, которое мы можем в своей жизни проявить. Напомню, что по православному учению о спасении человек спасается и достигает Царствия Небесного, если он похож на Христа. И если человек, как Христос, готов зайти на крест, то есть готов потерпеть какие-то страдания, неудобства, даже которые с рациональной точки зрения, может, и неоправданы, с такой языческой, с иудейской точки зрения, что вот нет, тут так не по справедливости, тут чего-то слишком много там врагам дано было, надо их как-то там сокрушить. А христиане, несмотря на все эти соображения, все равно следуют слову евангельскому, то он действительно спасется. Здесь мне бы хотелось зачитать стих из послания апостола Павла Коринфянам, из первого послания, первая глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». А юродство, ну, у нас есть и Христа ради, юродивые, ну, тоже вспомним, это корень слова, ну, это, по сути, уродство, то есть ты так уродился, ну, уродился, что тут не внешне, а что вот головой повредился как-то, вот такой уродился убогий. Вот и то же, что человек, который идет по пути погибели, который не идет в Царство Небесное, для него крест, для него страдания на пути спасения, ну, это безумие. Это безумие, это то, что, ну, невозможно поднять, да даже не то, что невозможно, это возможно. Но зачем, зачем это терпеть? Зачем терпеть неудобства, если можно удобнее? Зачем отказаться от греха, если греховное удовольствие можно получить? Зачем уступать, если можно что-то земное приобрести? Зачем взять и дать кому-то там пройти вперед, если ты сам можешь быть на этом месте? Все это, конечно, по законам мира сего, но просто вот слово Христа, взять крест, идти за ним, идти на некоторые страдания и терпеть их, и терпеть их не с обидой, а наоборот, с чувством радости о Христе. Но это просто некоторое безумие. Как-то вот, да-да, Евангелие хорошо, вот какая-то там мораль, но это уже перебор. Да, вот и тут ты сразу понимаешь, что человек не хочет идти за Христом. Всегда придется что-то терпеть. Причем все-таки, когда Господь говорит, возьми крест свой, за мной иди, это не значит, что человек может не взять свой крест. Крест-то он никуда не денется. Если ты крест не взял, он все равно будет за тобой тащиться. Если ты даже взял и выбрал грех, и греховными удовольствиями свою жизнь заполняешь, то тоже это какую-то греховную радость принесет. Но душа от этого кровоточить и страдать будет. Счастье это все равно будет перебивать. Потому что Господь, когда он шел на крест и страдал, и мучился, ему было очень тяжело, и даже чувствовал богооставленность, помню слова на кресте, «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Господь это чувствовал, но тем не менее, Господь был счастлив это сделать. Потому что через это он искупил наш грех. Для этого он и зашел на крест, чтобы нас, Царствию Небесному, сочетать. И вот точно так же и мы должны не то, что вот, ну, какую-то, правда, там, издевательская, что просто берешь и страдаешь, и само по себе страдание к Богу не приближает. А то, что ты берешь и что-то терпишь, переносишь, страдаешь ради Бога, ради ближнего, ради какой-то высокой цели. Вот это то, что тебе поможет на пути спасения. И пусть тебе даже там, может, друзья, близкие, из самых лучших побуждений скажут, «Не, не нужно, зачем ты это все делаешь?» Точно так же, как друзья Иова, многострадального, которые про образ страдающего Христа в Ветхом Завете говорили, «Похули Бога, он несправедливо с тобой обошелся». Да, вот, нет, нет, только благословляет, только благословляет Иов. И мы точно так же за Христом вслед идем и страдаем, а Господа только благословляем. И тогда, как Иова, многострадальному, который еще не зная креста Господня, не зная этого символа, который не мог перекреститься и все равно не унывал, и за Господом шел сквозь страдания, Господь все вернул, и вернул и радости, и наследников, и богатства, все-все-все земное. Так и нам Господь дает больше. Господь нам дает Царствие Небесное, радость уже в жизни временной, под которой дает добродетель и побеждание, и победа над грехом. И, кроме того, у нас есть чрезвычайные конкурентные преимущества. И по сравнению с светхозаветным Иовом, который переносил страдания, и по сравнению с людьми вокруг, которые в этом же несовершенном мире живут, им тяжело, мы можем крест Христов перекреститься, помолиться, и действительно Господь нас подбодрит. Нам будет легче. Продолжение следует...